На победу 2.0 там был какой-то коэффициент вообще бешеный, около 10, наверное, да, на победу, или даже больше? На 2.0 от Team Edition. То есть вообще никто в это не верил. Ну а сейчас это выглядит вполне-вполне себе вероятно. Вполне себе возможно. Так, ну что, смотрим. Что по линиям здесь? Леон отправляется в оффлейн с Брислом. А нет, Висп сюда пойдет с Брисломбеком. Леон будет помогать антимагу, скорее всего, в изи-лейне. Вообще пока что сходилишу изъявляет желание пойти в мид. Возможно, они свапнутся с Кункой как-то. Но не должны, по идее, они свапнутся. Кунка тут против морфа постоит нормально, а вот антимаг морфу ничего не сделает, поэтому... Ну антимаг, наверное, просто пойдет на топ, а потом уже решит, куда ему отправиться на бот или на топ. Какую из боковых линий занимать лучше. Ему, конечно, хочется постоять против Сенткинга, наверное, больше. Потому что он пушит линию. И приятнее антимагу будет гораздо фармить. Против тролля, наверное, с Тусиком или там с Виверно не так будет себя комфортно чувствовать антимаг. Ну, посмотрим сейчас. Что он выберет, собственно, сверху. Флайс Соло находится в WG, а тут взлетает. Начинается расстрел по Рэпи. Отличный тактим, но также подкоп от Леона. Спасти не должен. Рэпи погибает, отдает First Blood. И РР, кстати, уже без мувспида. Его тоже можно догонять. Там Тусик 15 секунд тактим, но есть Тедер. Ну все, теперь уже точно Висп отсюда уйдет. Подкоп по двоим, Флайс Соло уходит. Но при этом три баунти руны достаются тем эдишн. Снизу они даже не попытались забрать руну, хотя это мог сделать сходилишу из блинка. Но он решил сэкономить. Не прокачивает блин. И выходит на линию уже всего лишь с одной баунти руной полученной. Соответственно, на топоре денег не хватает. Нужно еще добить два крипа, чтобы у него появился Квилен Блейд. Голосование закрываю на отметке 73%. Вы что, ребят, бешеные. Вообще втопили прям на второй карте за 2-0. 73% чатика. Это интересно. Вообще никто не верит в этого антимага с Виспом. Ну... Где-то я с вами согласен, но не так критично все для него на этой карте. Не 73% явно. Не 27% явно на победу у них должно быть. Но на топе уже рэп... Оооо, это фэрплей. Это не фэрплей. Там просто чел АФК стоял, они его месили. Ай-яй-яй-яй-яй, как неприятно. В итоге они отдают ФБ, жизнь Виспа. Залагали все, вылетели сейчас. Ой, какой ужасный старт. Это прям дизморалька полная. Это полная дизморалька. Жесть. Борисович еще не вернулся, но он уже в таверне, так что можно его не ждать. А как же неприятно... Неприятно-то как три фрага отдавать на линии. И дизморалиться просто в хлам. Да, кунка. Рофлит нормально. Ну, я в идеале, конечно, начал карту сначала. Сделал БРМК на месте админа. Потому что реально это некрасиво. Потому что они два фрага, но топа сейчас отдали вообще ни за что. Хотя, ну, 40 секунд игры прошло всего лишь. Можно перезапустить. Но вряд ли это будут делать азиаты. Вряд ли договорятся. Аленки. Ммм, так. Да, погибает Бристлбек на топе. Вернулся сюда, правда, Висп Леоном готовы Теда пробить. У него есть тики, Тед должен жить. Да, Тед выживет здесь. Ну, это линия Висп Леон, Бристлбек. Выглядит вроде бы неплохо, но все равно так Тим будет позволять пробивать и Виспа, и Бристлбека. Поэтому я верю тут больше в победу Тим Эдишн сверху. Они уже ведут 3-0. И уже тысяча преимущества для них за счет баунти-руны и трех фрагов. Напомню, они разменялись по рунам тоже в плюс для себя. Морф против Кунки вообще линии должен проигрывать по крипстату. Ну, так по опыту скажу, что Морф слабенько ластхитит против Кунки. Раньше, когда у Кунки еще Тейдбрингер добивал Данайл крипов, вообще было идеально. Можно было морфа оставлять без крипстата абсолютно. Но сейчас чуть попроще стоять становится против такого Кунки, который не донает особо на морфе. Удобно-удобно, Синт здесь линию отстоит. И у него уже 8 на 3 крипстата, у Кунки всего 4 крипаса в 2 раза меньше. 1 на 1 снизу Антимаг и Сент-Кинг справляются. В Скаде здесь неплохо, 6 крипов у него. Но и у Сент-Кинга тоже 9 крипасов. Ой, как же неприятно. Без маны его оставляет АМ почти. Закапывается СК. Остается все с нулем маны полностью. Пачку зафармил, нормально. Себя чувствует. Парис еще манго, если что, в наличии. И ставит Сент-Рик, чтобы Антимаг не смог его никак обнаружить здесь вдруг, если захочет. Только даст нами. Ну, Рэпи уже начинает отводить на нейтралов. Здорово, вот это еще и Виспа. Грит Ограф, хорошо очень. Бриселбек сейчас должен пофармить. Классно, классно, классно. Его крипстат увеличивается быстренько. И 12-13, сейчас крипов 14 уже будет у Бриселбека. Отлично. Пошел фармить Ограф. Там, правда, еще пачка идет уже. Ее бы тоже заагрить сейчас на себя. Здесь, кстати, взорвали шарик. Что по Тедеру, почему он к Бриселбеку не претезерился, не понял. Вроде бы, там была возможность. Он что-то убежал от него. Странно. Ладно. Бывает. Что с дионами не так на этой карте, по-моему. И в этой серии вообще они не доигрывают. Явно не доигрывают. Странная очень игра. Я себя давно такого не видел. Брис погибает снизу. Ну, два фрага. Два фрага делают не он. Неплохо отомстили Теду сверху. Рэпи забирает его. И его, кстати, здесь уже готовы пробивать. Тусик рядом. Там Виверна подставилась. ZWJ Висп готов хелить. Там фаска, если что, есть. Нет смысла вообще Бриселбека трогать. Его выхелит его. И Рэпи тут терпит. Фасочка есть. Все нормально. Живет на развороте. Сейчас Тед пострадал сильно. Четыре квилл спрея уже на нем. Десять сиков тоже есть. Вбивает регенку спринтер бластом. Но Рэпи будет все равно жить. Рэпи здесь не должен страдать. Тролль фрифармит тоже на линии. Ну, у тролля, кстати, очень хороший крипстат. 26 на... 27 на 5. Бриселбек, правда, 30 вообще крипов имеет. Значит, за 4 минуты. У Марфа в медиа дела идут по лучше, чем у Кунки. Но незначительно син. Перелост хитил там на... 6 денаев и... 6 лост хитов пока что. Ой, хорошо, сейчас. Соль, соль, соль для Марфа. Как же он солит. И на топе вис погибает размен от Эда, правда. Но все же, неплохо. И тролль делает еще и даблкил здесь. Боже, как эдишн... Уничтожают просто. У меня... Нет других слов. Что происходит с неонами вообще? Почему они так сосут? Задрот на Марфе. Да, пятая минута. Звл южей забирает одну баунти. Ну, в этот раз хотя бы неоны по баунтосам не проиграли размен. В итоге 3 в 1 сейчас выигрывают по баунти. И полторы тысячи всего лишь проигрывают. Это уже не так много. Можно отыгрываться. Сколько там? 2 на 2.0 был примачка F8? Есть гений, которые поставили на это вообще? Ой, нереальные какие-то чуваки, чуваки. Поймали снова рэпи. Его весь никак не может спасти. Рэпи снова фидят тролля. 11 каев был на 2.0. О май гад. Каев 11. Почему мои аналитики спят? Почему они спят? Такие ставочки сладкие проебывают. Так. Марк 6. Син уже 7 левел на целый уровень. Кунка проигрывает Марфу в миле. Ну, антимаг, конечно, фрифармит. Но я в него счет против таких героев не особо верю. Тролль, морфинг. Виверна. Антимагу будет очень сложно играть здесь. Реализовывать себя нужно будет... Наверное, уже минуты после 25-ой, когда будет BF манта условная. До этого антимага очень уязвим. Нет, это вторая карта, ребят. Это уже вторая карта. Первую забрали, эдишн. Достаточно легко. Хорошие стаки для Бристалбека. Продолжают его разгонять по Нетворсу. Висп Камбек также помогает Рэппе. Даже несмотря на 4 смерти, Бристалбек по Нетворсу держится сейчас в первой команде. И второй на карте уже сейчас будет. Хорош Бристалбек, ну, стаки-стаки-стаки решает, конечно же. И у него уже почти готов вангард. Такая погода странная. Мне хочется, знаете, взять этот распылитель и просто поливать себя как цветок. Обшикивать, опрыскивать. Ой, натопит ролик Батл Транса, может отъехать. Сейчас Риппер, нажимает стикер, живет. Нужно тапать Батл Транс, иначе он отъедет. Батл Транс не тратит. Он понимает, что здесь его все равно прикончат. Он его не спасет. Да, у меня нет никакой надписи на майке. Это надписи над вебкой. Кунька, конечно, супер бедный. Проиграть линию так сильно морфингу он не должен был. Ну, нафейлил. Так, осень, кстати, превратился в него. Тоже пробивает нормально. Торрент выдает. Вот. Иксмарк нужно было, наверное, тоже использовать. Иксмарк левел 2 уже. Веспа на топе снова взорвали. Это уже четвертая смерть для Ио. Как же они фидонят на пару с Бристлбеком? По 4 смерти у каждого. При этом одна смерть у Куньки. А Леонс с антимагом все еще не погибали. Педришу снизу уже 8. У него ПТшка. У него хороший нетворс на антимаге, в принципе, снизу. Вот. Сент-Кинг, правда, не сильно отстал. Он всего лишь на 200 золота. Но у него уже Вейл есть. И дальше выход Блинк отмечается. Рипер на топе 7. Делает себе Дефюзл Блейд. Атака на Рэпе. Закрыли его здесь. Ну, кстати, не очень приятно пробивать в спину. А вот в лицо можно. И тролль делает... Нет, вместе с Сент-Кингом делает это убийство. Вчетвером напали на бедного-бедного Бристлбека. Даже в ангарде его не спас. Так. В смаке Парис, WJ и Тед в миде. Готовы нападать на Марка. Он успел отбросить корабль, но, похоже, это его не спасет. Хотя... Долго-долго он живет. И добивать его готов уже с WJ и на Виверне. Много ресурсов сейчас тратят им одишен и эти фраги. Снова разбивают смуг. В этот раз, по-моему, заметил их кто-то. Должен был заметить. Ой, ДД, на Рошана сейчас. С масочкой. А Морф его в соло убьет, нет? Морф. Если сейчас начнет бить, он убьет его в соло. Сент-Кинг подходит. Усик тоже. Ой, как классно. Ай, да ладно, как их... Как их прочитали? А, там ДД, ДД пропало по движенам. Прочитали. Это заход на Рошана, но... Рошан бедает очень быстро. Висп уже здесь бреслом. Пошел дэмэдж. Выгоняет, выгоняет. Сину отсюда. Но он успел забрать 2 трети Рошана практически. Как же быстро. На 10-й минуте Рошан чуть не упал сейчас. И спасло то, что был в варде. Если бы этого варда не было, какой-то гений установил его. Скорее всего, флай соло. Если бы этого варда не было, то уже Егис был бы у Марфа на 11-й минуте. Спасибо большое, ребят, всем за подписки, кто у меня сегодня на трансляции впервые. Всем респект. Пеколи тут. Пеколи тут. Хайнгт92. Неводовосантарбеной угол. Бибоб123. Мейджор88. Кенни12. Слайддог9. Дмитриус, всем велкам, ребятки. Приятно вас видеть в чатике. Если вы подписываетесь, пишите в чатик, задавайте вопросы, общайтесь. Будьте активными зрителями. Вас за это буду, буду, буду обожать. Так, на топе Неон будет забирать сейчас Т1 вышку. Первая, первая, первая вышечка для команды Неон на этой карте. Снесенная. И дефоте, кажется, никто не готов. Хотя есть курса у Виверны, но, опять же, тут не на кого ее использовать. Ловит подкоп. Фингер, отличный фраг для Флайсова. Четко, четко. Ну, пока что по графикам все ровненько. Немножко отыгрывается Неон за счет фарма антимага, за счет фарма рэпи, за счет снесенной вышки. И по win probability все еще не так печально для них. 46% дота плюс дает им на победу. Можно выигрывать антимагу в эту доту. С БФом уже совсем скоро будет Скай Дилишиус, поэтому... Минутик пятнадцатый появится Яша. Наверное, минутик восемнадцатый уже манта. Вот после двадцатой антимаг будет достаточно активно уже помогать команде. Я думаю, он будет боеспособен. Если вам нравится не только смотреть доту, но и делать на нее ставочки, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там для вас ребята делают ставки каждый день. Стараются и по доте, и по Counter-Strike не пропускать интересные матчи. Те, которые я комментирую, и те, которые я не комментирую. В общем, залетайте, подписывайтесь. Скоро у нас уже будет 5к. Уже немножечко, немножечко осталось буквально 50 человек осталось. Кто подпишется в топ-50, самое лучшее. Так, Парис одиннадцатый, у него уже готов блинк. Нужно его только сейчас буквально пару крипов добить и забрать. Антимаг на топе. Могут его попытаться поймать. Что-то он чувствует явно. Неладное. Тусик уже его обнаружил. Сноубол есть. Антимаг его тоже в ответочку использует. Нужно как-то контролить, но нет. Что? Найс анимация. Таймин Бен, да, третий. Тролль будет фармить себе здесь явно не БФ. Он не хочет с антимагом играть в лайт-игру. Он будет с диффузалом бегать и резать. Сейчас героев, кунку, бриселбека убивать. Возможно, Сильвер купит против Брисла. Не лишним будет, я думаю. Так, зацепили рэпи. Я с диффузал Блейд. Висп его уже готов хелить. Спасайтесь, что все нормально. Я под контролем. Ну, так и продолжается. Пробивают бриселбека. Висп с тетером готов его увозить. Но курса, похоже, что собьет этот... Этот релокейт. РР живет, пока терпит. Неплохой корабль залетает от кунки Фингер Париса. Проблемки у него есть Хекс, Икс Марка. Его должны добивать. И он выкапывается. Тысячка его не добьет. Как же хорошо. Выживает сейчас Сент Кинг. Рипер тоже еле живо отсюда уходит. Очень повезло сейчас эдишеном. Икс Марка, правда, на Рипера сработала. Его нужно спасать как-то в Сноуболсе. Сейчас прятать. Ай-яй-яй, тролль. Остался один здесь. Его заберут. Не успел его спасти Сент Кинг. Сноуболом Тусик, но... Отомстят хотя бы, убив Флайз Соло. Морф закатывается, также взрывает шарик. Дальше Марк отсюда вынужден уходить. Остается один. Бристилбек Марка точно не отпустят. Минус три. В размен на одного тролля. И Бристилбек тоже под замедлением. Его можно догонять. Есть подкоп. Сноубол будет через пять секунд. Нужно как-то прогонять Рэпид дальше. Морф уже без маны. Кентавр его подстанил. И верно, без курсы. И Бристилл отсюда уйдет. Да, Бристилла уже нечем добивать. Можно вкатиться, конечно. Хоть все слушать. А, по-моему, они так и хотят сделать. Да, они идут до конца. За ним закрывают его в шардами. Рэпи в лицо. Страдает. Морф уже здесь. Адаптив страйк минус делает. Син. Отличная работа. 15-6. Как же Эдишн давят. Как же они хорошо размениваются. 1 в 4 сейчас драка произошла. Убили двух саппортов. Вкунку и Бристиллбека в размен на одного тролля всего лишь. Эдишн, конечно, красавчики. Вообще все идеально делают. Троллю БКБшка нужна как можно скорее. Чтобы он мог нормально драться. Сопротивления эффектом, мне кажется, здесь не хватит. Хотя. Не-не-не, не хватит. Там Иксмарка, корабль, Торрент, Висп, Леон. Нужен Блокингбар уже прям сейчас следующим артефактом. И он становится практически неуязвимым. Атака на Леона. Леон точно отъедет. Флэй Соло в Таверну. До свидания. Ну и на Т2 вышку. Готовый Эдишн дальше идти. Что делать неуоном? Фармить, фармить, фармить Эншентов. Готов Бристиллбек. Ему нужно как можно скорее прикупить себе Лотус Орб. Лотус защитит от части от Марфа и Сент Кинга. Возможно, от Тусика тоже в какой-то момент будет спасать. Опять ДД для Марфа. Как же у него много урона. Идилишу уже с БФом на 16-й минуте с Яшей. Готов выходить в свой Манта Стайл. Фармит он на уровне с Марфом. Пока что Скайли Шуус нормально себя чувствует в этой игре. Вышки ему не особо ломают. Он, в принципе, готов эту игру затягивать. Фоксик, приветик. Финн, здорово. Так, снизу. Бристиллбека не видно. Веженную команду Тим Эдишн здесь хватает. Но Бристилл, по-моему... Вот, сейчас палился. Все, вышел на линию. Там также и Висп. За ним, если что-то стоит об этом в курсе. Тим Эдишн должны быть. Ну и нападать на Бристиллбека, наверное, они не станут. Учитывая то, что рядом Висп. Хотя, в принципе, можно найти Виспа. Да, Виверна его уже пытается обнаружить. Или просто стоит под контролем. Очень далеко уже Бристилл зашел. Висп слишком далеко от него. Бристилл загулял. Здесь есть замедление диффузов. То, как же больно ему здесь. Там забрали и Эрера, и сейчас уничтожат и Бристиллбека тоже. Рипер. Бешеный на тролля. Потратил еще и Батл Транс ради этого убийства. Ну, оно того стоило, я думаю. Оно того стоило. Поскольку IG и FTD играют в 11, ребят, перенесли матч. Я знаю, что он должен был в 8 быть, но IG и FTD будут играть в 11. Давайте даже чекнем лобби. На всякий случай вдруг что-то поменялось. Но я прям уверен, что они будут играть в 8. Да, нет, лобби. И матч должен быть вот здесь. Z, B, T. Нет матча. В 11 будут играть IG и FTD. На моем канале вы сможете посмотреть. Поэтому пока что мы смотрим с вами Raider in Cup. Играют Team Edition против Neon. Дальше будут играть King Gaming Dominus и команда Eclipse, по-моему. Вот, ну и потом уже перейдем к просмотру IG и Fododream. Матч. Матч дня, наверное. Ну, мне так кажется. По крайней мере. Готовы Рошана забирать опять-таки со второй попытки Team Edition, но снова его дефают Neon. И есть Сторрент от Кунки. Сюда уже летит товарищ Леон. Сюда уже смещается Висп и Бриттлбэк. У Виверны есть Курсана. Нажимать Виспа ее нет смысла. Бриттлбэк его не убьет. А тиммейты пока что без Баттлтранса. Тоже не хотят особо драться. Тролль отходит. Он купил себе Владмирс. И дальше все-таки Бакабашку планирует сразу же делать все правильно. Все правильно. Хорош. Так, ну там, забирают Рипера. Это смерть для тролля. Неплохой врыв от Neon получился. Но Париса, наверное, уже не догнать. Он уходит на Релакете. Также Висп забирает с собой Бриттлбэка назад. Мина. Морф. Морф рядом. Готов взрывать ее. Ее тычечки не хватит. Морф здесь уже подставился сам. Сейчас. А от чего умер РР? Что? От иголок что ли? Давайте посмотрим. Да, он его иголками убил. Лол. Притом даже не нажимая их, а просто его убили тиммейты. Ладно, улетает отсюда Морф. Забирает еще и Леона. Но 2 в 2 получился. Размен в целом. Двух саппортов пришлось отдать. Размен на Виверну. И тролль перед этим умер. Атака была от него неплохой. Привет, братья. Как твои успехи в тренировках? Здорово, Карелов. Хорошо все в тренировках. Режим бы еще такой тоже хороший. Было бы вообще идеально. Так, спасибо большое за фоллоу. Новые-новые-новые фолловеры. Собачий депутат. Дон Карлеоне. Серчик. Welcome. Респект всем за подписку, как обещал. Приятно вас теперь видеть в чатике. Новые-новые-новые зрители. Приятно с вами познакомиться. Так. На топ антимага могут поймать, кстати. Аэм. Ловит его здесь. Сноубол. Батлтранс. Как же больно. Скади. Что? Сноуболи. Успевают упрыгнуть. Да ладно. Куда он делся? Блять, где он вообще? Что за... Вот. What the fuck? Что? Как? Как это работает? Как он выжил вообще? Что-то залетело не в тайминг. Сноубол залетел не в тайминг. Наверное, стоило нажать курсу в него. Выжить всю ману и убить. Это было бы гораздо проще. Но зафакапились немножко. Эдишн. Могли-могли сыграть поувереннее. Ты в мейнкасте еще будешь комментировать? Но если пригласят, то буду. Но мейнкасте в этом сезоне турнира уже не осталось. Поэтому не знаю, когда пригласят. Если пригласят. Так, заход на Рошана очередной. Это уже третий от Team Edition. Но в этот раз точно они должны его добивать. Но опять-таки не он и дефует. В третьего раза тоже не отдают Рошана. Пошла курса. Вообще непонятно зачем в кунку. Что это? А, это виспа. Возможно, должно было быть. Но висп там иллюзия всего лишь. Что-то перенервничал немножко ZWJ. Капитан команды. Тебе не должны такого позволять. Так, ну не он сами заходит на Рошана. Очень нагло себя ведут. Около Рошпита. Edition. Без курсы уже, наверное, драться не особо-то и хотят. Морф ушел на Шрайн. Херится. Регенится. У него почти готов Манта Стайл. Он в антимага тут превращается. За ним в погоню постоянно отправляется. АМ что-то в курсе. И спрятался. Спрятался антимаг. Морф отпушил вниз. Антимаг здесь. Выключил бэкдор. Кстати, может немножко погрызть вышку. Но нет. Он просто пушит вейв крипов. И Морф, кстати, сейчас будет под фокусом. Уже Кунка. Леон готова его цеплять. Морфу нужно укатываться отсюда как можно подальше и скорее. Ну наконец-то оегисе забрали силы тьмы, но оегис ворует скадиришу сейчас. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Скадзин антимаги засолил эту драку. Кунка опять получает зачем-то курсу. Ужасная курса от Виверны. Просто защитная. Тролля в итоге пришлось потерять. У-у-у-у. Эд закидован от Эдишн. Парис тоже подставился. Все, антимаг уже топнетвор с оегисом. Начнется сейчас уничтожать. Скадиришусь батя. Просто батя. Но там на самом деле зашел прокаст от Кунки, по-моему. Из-за этого антимаг успел запрыгнуть и украсть оегис. Но Эдишн что-то явно не докликали. И тут дальше уже завиверная атака есть. Нечем же бить ТПшку, правда. Вижена не хватает. Можно глянуть реплей. Давайте глянем реплей с вами, что произошло в Рашпите. Падает Рошан. А, тролль просто под Батл Трансом не смог забрать оегис. Боже, какой трэш. Какой трэш. Он просто из-за Батл Транса не смог забрать оегис. Кошмар. Ну ладно, еще не так все плохо в Эдишн. Не могут отыграться. Но уже тяжело будет в такого антимага богатого играть. У него уже манта, у него уже башар. И оегис тоже дополнительная жизнь есть. Его и так не убивали на этой карте. А с оегисом тем более не убьют. В ближайшее время. Так, 12-й левел тусик. Тролль уже. 14-й антимаг, там левел 20. Он на 6-го лова обгоняет тролля. Ну и у рипера БКБшка только сейчас появится. Очень поздно. У Марфа левел 18. И этот товарищ, конечно, поопаснее. Но у него тоже нет Блокингбара пока что. Здорово, Банди. Здорово. Ну, Кунки 17. И тоже появляется выход в Волеббарду. Пару недель назад в группе меняли аватарку. Зачем меняли? Она же классная была. В смысле, где меняли? В какой группе? Падает последняя внешняя вышка команды Team Edition. И антимаг готов заходить на хайграунд с Эгисом. Еще он будет длиться минуты две. Поэтому, поэтому, поэтому. Айовска даем себе дофармить. И сейчас будет по миду, наверное, подпушивать. Заходить уже, наверное, стоит именно на центральную Т-3 вышку. 3К преимущество, да. Чисто в антимаге, потому что Марк и Рэпи очень бедные. Но от этого они не меньше импакта вносят. Брис Лбеку как бы особо шмотки не нужны. Он и так плотный достаточно. У него там есть Пайп, Вангард. Этого пока что достаточно. Чтобы быть мега полезным. Вот. Висп уже с 10 уровнем. Замедление от Спиритов. И, наверное, пересасываться уже нужно к антимагу, по большей части. Бустить именно его. Через Тетер. Так. Так. Пандерс 11. Фишки. Брав Коп. Ай, Кевин Коун. Спасибо большое за фоллоу, ребят. Добро пожаловать на трансляцию. Всем респект. Кто он сидит на стриме и еще не подписался. Если вам нравится трансляция, вы хотите продолжать за ней следить, смотреть, получать уведомления. Ставьте сердечко сверху на Твиче. Закрашивайте его зеленым. Оно у вас должно быть фиолетовое. И получайте свой фоллоу бесплатный. Это было два? Да, это вторая карта. Быстро в два серии. Сейчас первый день группового этапа всего лишь. Так что команды разыгрываются потихонечку. Я думаю, сегодня будет много ничьих. Сегодня у нас играют дальше Эклипс против Кингеми Инлюминос. Там тоже сложно выделить фаворита. Потом Адроид против Эвер тоже поборются, я думаю, за ничью. Ну, такие достаточно ровные команды пока что в группе встречаются. Парис забирает здесь флайс соло. Это очередной, по-моему, фингерфраг. Нет, без фингера обошлись. Без фингера. Как он его добил без фингера, я не понимаю. Ну ладно. Рэпи. Вместе с Аскади готовы заходить по миду. Как же быстро антимаг ломает. Да, под виспом. Работает также и оверчардж. О, этот антимаг. Вообще плевать на все. Рейд босс. Работает и контерспелл, и лотус на него кидают. Так, там син с контерспеллом тоже, если что, на морфе. О, как же тяжело даже морфу сражаться с этим антимагом. Я уже не говорю про тролля бедного, бедного, у которого всего 16 левел. И шмоток особо-то и нет. БКБшка и Дефюзал Блейд, да и все. Почему он выигрывает? Потому что его расфидели, потому что он фрифармил, потому что у него нет смертей, и он украл Аегис. Наверное, поэтому он выигрывает. Ну, какие еще варианты могут быть у вас, не знаю. У меня такие. Ну, у тролля здесь и была задача не фармить против антимага, а играть активно. С ней он не справился. Но они должны были забирать Рошана и выигрывать игру, но что-то пошло не так. Тролль Рошана не забрал. Точнее, Рошана-то он забрал, но Аегис не смог подобрать, ибо был под батлтрансом. Вот, и из-за этого себе подруинил немножко игру. Парис снова подставился. Кстати, после байбека, ну куда он выходит? Сейвит его, правда, Тусик сейчас, благо, но эту драку уже тяжело будет проводить. Блинкаут делает Сент-Кинг, нужно отступать. Тусику, возможно, придется отдать свою жизнь. Тусик, пока живет, нормально. Все, теперь уже на развороте. Тим Эдишн готовы идти вперед. Антимаг пошел сприт пушить. У него там есть желание сломать бараки. Или хотя бы Т-3 на топе забрать. В смоке Тим Эдишн готовы его ловить. Антимаг спрятался в лесу. Тролль, правда, в палец. А сейчас со смока выходит. Антимаг делает отсюда Т-паут. Так, Син уже почти с БКБшкой. Байбека при этом у него не будет, если он БКБ купит себе. Байбек остается еще и у тролля, но он себе башер планирует делать. В принципе, в Лейте я бы не сказал, что намного слабее тролль, чем антимаг. Но проблема в том, что у антимага 23-300 на Творс, а у тролля 13-800. То есть разница почти в 10 кусков. Это два артефакта. И как эту разницу сокращать сейчас, я даже не знаю. У тролля нет БФ, у тролля нет молний даже условных, чтобы фармить. Он не может никак перефармить антимага. Он не может никак переубивать героев больше, чем антимаг. Ну и он по натворцу его никак догнать, соответственно, тоже не может. Сейчас нужно всем составом этого антимага убивать. И только тогда у Тим Эдишн появятся шансы на победу. Антимаг уже с Эбисовом. Просто рейдкликом взял Эбисов. Нет, у него был башер. Докупил себе в ангар сразу же с рецептом. И будет у него дальше, наверное, какая-то бабочка. У него один слот остается, вместо рейсбэнда можно докупить Баттерфлай. Почему курсу не стал тратить сейчас на юверни, товарищ, непонятно. Вроде бы можно было антимага зафокусить. Тут вообще главное его без маны оставлять, на самом деле, очень важно. Потому что без маны антимаг достаточно уязвим. То есть он не может никуда упрыгнуть, он не может ничего нажать. Но, похоже, без маны сейчас будут оставлять юверную. И без жизни тоже. Зидалу Южей погибает. Подкоп также срабатывает сам себя от Сиена. Тролль, правда, грызет неплохо. Скади про кассеточка! Отличный тролль. Фокус от тролля. По антимагу. Готов идти дальше на Леона. Рипер здорово все делает. Подкоп по двоим. Правда, тут же запрыгивает Тед. Взрывает Флай Соло. Корабль полетел, но слишком поздно уже. Антимаг в таверне. Вот так вот его нужно убивать. Вот так вот его должны убивать постоянно. Это фокус от тролля под БКБшкой. Какой-то контроль дополнительный. И все, антимаг умирает без маны. Опять же, остается даже не смог он блинкануться. Даже бы, если он захотел, если бы у него хватило ХП, он бы все равно не смог уйти. Потому что его оставили без маны. И только Висп может его в таких ситуациях спасать. Но Висп полностью еще самому нужна помощь. И помощи, конечно же, нет. Висп тоже погибает. 40 секунд без Ио. Антимага не будет еще целую минуту. Тим Эдишин имеет шанс тоже забрать как минимум Т3 вышку. А возможно, даже и сторону сломает. Там все-таки 50 секунд без антимага. Смотрим. Опасность сейчас Кунке. Нельзя подставляться. Потому что если отъедет Ио, то придется ждать потом еще его. У него Байбека нет. 100... Нет, 800 голды не хватает. Он купил себе что? Алибарду? Кристалис? Да, Кристалис взял рецепт. Зачем-то купил вместо Байбека. Этот Кунка, если он сейчас умрет без Байбека, это будет крайне печально. Потому что уже поставился Бристалис. Есть подкоп него двойной. Курса пошла в Кунку. Но опять же, зачем в Кунку? Что он не так северный? Почему он хейтит Кунку так сильно? И не получается толком никого зафокусить. Рипер здесь уже готов получать палец. Нажимает БКБ. Пытается уйти. И его сейвит тиммейт. И хорошо, уходит. И сюда Рипер. Есть подкоп от Сина. Неплохо. Эпицентр затрусили. Здесь Бристалл Бэка. Нужно чем-то его добить. Но Этериал залетел. Адаптив. Так, где адаптива нет. Но все равно добивает Брисла. И так же Леона. У Бристалл Бэка боевака нет. Но вот Леон выкупился. Он готов возвращаться. Здесь есть подкоп. Фингер. У него в наличии. Но его подкапывают. Син уже готов расстреливать. Син умирает от Фингера. Ай, какой фейл на Морфея. Да ладно. Там прыжок дальше за Виверна. Ее тоже антимаг забирает. Ну все, камбэка кажется не будет. Неплохие шансы были сейчас у Тима Дишин. Убить Леона после Байбэка. И отойти еще. Но не хватило. Даже Т-3 вышку не сломали. Это крайне печально. Очень много, конечно. Не он отдали сейчас в этой драке. И Байбэк Леона. И жизнь сначала Виспа. Потом Бристалл Бэка. Но все же. Они сейчас все живы. Да, нет. Байбэка у Леона. Но появляется выкуп у Марка наконец-то. Появляется выкуп у Ио. Ну и антимагу тоже немного осталось дофармить до Байбэка. Так что, в принципе, у нем все по плану. Здорово, дружка. Здорово. Так, а вот и заход на Рошана. Это уже второй сырный Рошан. Очень долго, конечно, не он его будут месить с антимагом. Но под оверчарджем так неплохо сгрызают. Похоже, что Рошана Тима Дишин отдают в сыроеги с Дайемом. Но это много. Это очень много для жизни. Снова для антимага доступно. Напомню, его всего лишь один раз убили без Аегиса. А вот с Аегисом убивать его уже вряд ли получится. Ну, дважды я имею в виду. Один раз, возможно, убьют, выбьют Аегис. Но, опять же, второй раз, чем его контролить, не совсем понятно. Он себе бабочку собирает дальше. Да, как я и думал, последний слот будет забивать себе Баттерфлайм. 10к на Творц перевес. По шансам на победу все еще не так. Плохо для Эдишин, но и хорошего тоже мало. 19% всего лишь на победу по статистике Дота Плюс у них осталось. С таким пиком, с такими героями, с такими артефактами. Ну, антимаг. С 25-м уже мановойт кулдаун берет себе. В планах, наверное, возможно, еще получить какой-то аганим эссенцию за 6200, если дофармить себе ее в лейте. То есть будет у него аганимный мановойт с кулдауном 20 секунд. Это вообще суперкруто. Условный там Баттл Транс можно резать кулдаун. Условного Марфа можно резать кулдаун. Можно резать кулдаун. Винтер Скиорса, что самое важное, наверное, на этой карте вообще для команды Тим Эдишин в плане ультимейтов. Без Винтер Скиорса очень тяжело будет выигрывать в Доту. Ни разу в Веспа так и не залетел этот самый Винтер Скиорс. И в Кунку опять. А что с ним не так, блядь? Почему он дает в Кунку, пока дает у Курсу? Почему в антимага нельзя нажать ее? А, я не понимаю. Нажми в антимага Курсу, оставь его без маны, убей. В чем проблема? Я не понимаю. Он пять раз подряд нажимает Курсу в Кунку, который стоит один просто в поле. Так, Леона. Взрывается Син, хороший минус. Там также антимага. Пытаются контролить, отгоняют его отсюда. Син закопался в форме Сент Кинга. Два Сент Кинга у Тим Эдишин получается такой. Марфокинг. Один из них. Один настоящий. 15 тысяч перефарм уже на 5 тысяч увеличилась разница там буквально за минуту или за полторы. Деталл Сколл, приветик. Да, неон первую карту закинули. Там по пику у них все очень плохо было. Тут вторую карту пока что у них с антимагом и виспом неплохо дела идут. Но опять же, антимаг опять нивелирует оставление байбека. Он себе забрал бабочку, думает, что он бессмертный. Но посмотрим, насколько это на самом деле так. Так, если он умрет сейчас на 90 секунд условных или сколько там? 100. На 100 секунд он умрет. То без байбека будет тяжело. Тяжело драться без АМа. Почти 2 минуты. Ой-ой, Кунка. Поймал Виверну. Там также курса. Уже в него пошло. Да что с ним, блядь, не так? Зачем он тратит курсу в этого Кунку? Я не знаю. ZWJ какой-то мега странный сегодня. Что с ним происходит, я не понимаю. Он шестой раз подряд нажимает курсу в Кунку, который стоит один просто посреди дороги. Возможно, это была попытка спасти себя. Можно оправдать это так. Виспал нужно взрывать. Залетает морф. Хорошо, минус виск. Есть. Корабль падает, но БКБшки работают. Это у морфинга и тролля. Ну, Бараки задефали вроде бы, но надолго ли этого хватит? БКБшек-то уже нет, а убили одного всего лишь. Йо. Антимаг все еще с Аегисом. Врывается в Сент-Кинга. Проблемки у него. Сейвит его тусик. Тут же выкупается Висп. Готов сюда лететь. Висп. Получает подкоп. Сент-Кинг. Фингер погибает. Тролль готов взрезать РР. Неплохо также залетает морф. Сейчас подкопом накрывает Леона. Отличный минус делает. Иллюзиями. Давл-килл Син. А эпицентр туда же от Париса. Как же больно. Рипер, правда, погибнет на тролле, но минус Аегис уже. И остается один Рэппи здесь вместе с Кункой. Кунка в БКБшке. Готов драться. Неприятности могут быть сейчас за счет того, что Антимаг появился. Син один уже вряд ли с ним справится. Но появляется Виверна. Виверна готова уже сюда лететь помогать. Кунка точно никуда не уйдет. Только нужно сбить ТПшку чем-то. Есть ноу-болл. Минус для Теда. Антимаг отсюда уходит. Ну, преимущество упало у Неон. И суть в том, что еще Аегис пропал. И Сир они тоже, скорее всего, использовали. То есть все ресурсы с Рошана потратили. Забрали при этом ровно нихрена. И, по-моему, Тим Эдишн очень здорово проводит драки. Да, там еще и Висп выкупился. То есть, по сути, сейчас вообще идеальная получилась ситуация для Тим Эдишн. Если бы сейчас не сдох вот здесь ЗВЖ. Наверное. Ну, ладно. В принципе, все и так нормально. 14 тысяч еще не лузают. Но при этом шансы на победу еще остаются. И камбэк у них потенциал хороший. Виспу здесь даже Глиммер не поможет. Точнее, не Глиммер. Ну, и Глиммер тоже не поможет. И Гост тоже не поможет. Потому что, как бы, ты нажимаешь Гост. И это все равно, что, грубо говоря, на тебя Терриал кинули. И все равно ты от магии умираешь. Вот. Так что Висп в себе сразу планирует Айян Диск покупать, чтобы не умирать так быстро. Я не знаю, чем этот Кунка насолил Виверни, но в каждой драке нажимается у него ульт. В каждой драке. Не важно, нужна эта ульта, а не нужна он тапает ее в Кунку. Я не знаю. Что с ним не так? Это же так просто. Нажать ульт в антимага и оставить его без маны. Все, он ничего не может сделать. А без маны его оставляет тролль. Очень легко. Главное еще Висп отзонить, чтобы он его не смог отвезти на базу. И все, изи, изи драка. В чем проблема? Тролль уже потихоньку к своему 25-му. Приближается у Марфа 25-й. Вот-вот уже появится. Скорее всего, Вайформ Чардж возьмет. Хотя тройной Адаптив Страйк тоже был бы не лишним. Не знаю, что выберет. Посмотрим сейчас. Кого там еще что по левелам? 19-й Ио скоро возьмет талантный Аганим. Рэппи уже 21-й. Взял себе на 20-м Квилл Спрей Дэмэдж. До 25-го еще далековато. Кунка, левел 24. Тоже скоро будет 25-й. У него либо флот кораблей, либо 60% Тетбингер Клифф. Наверное, флот возьмет. Все-таки здесь Кунка больше. Хотя, стоп, у него там Далус. Нормально он будет пробивать. Можно взять и Клифф, в принципе. Плюс 60%. Нужно было делать ставки, сколько верно даст альтимейтов Кунку. Еще ставки, сколько из них будут полезными. 0 или 1? Пока что 0. Тимак себе не хочет Аганим брать. Он пока что ставит Муншардик. Муншардик действительно поважнее. Хотя ставить в какой-то момент ЗВЖ без жизни, там да, у него будет байбэк. Но при смерти, при восстановлении, точнее при байбэке, у него на Винтерскерсе будет кулдаун 80 секунд, если не ошибаюсь, да? 70-70 секунд. То есть за эти 70 секунд можно не бояться и нормально заканчивать игру Неону. Если они убьют Иверну, байбэк ему уже не поможет. Против антимага с Аганимом. Поймали Кунку. Он БКБ нажимает. Живел. Хороший подкопт. Корабль туда же падает. И это уже флот. И туда же торрент по-троим. Как же больно. Тед и Син взрываются. Он без байбэка, кстати, этот Морф. Опять Бриселбэк. И вот раз курса худшая в мире. Просто курса. Зачем он ее нажимает? Что он делает на Виверне? Все, это конец для темэдишн. Морф здесь БКБ даже не нажал. Это его ошибка. Морф должен был нажимать БКБ, но он почему-то не заметил, что в него торрент летит. Или чего он не заметил, я не знаю. Морф с 6-секундным БКББ отправляется отдыхать на 100 секунд. Ну и это уже мега-крипы должны быть сейчас за эту минуту. Байбэка нет. 90 голды не хватает. Боже, как обидно. Этот Морф сейчас проигрывает игру на ровном месте. А, не нажал БКБ. Б, у него не хватает. Просто копейки, копейки не хватает. Считанных копеек не хватает до байбэка. Сейчас бы баунти где-то забрать, и у него был бы байбэк. Жесть. Немножко не повезло. Тим Эдишн на этой карте. Ну что, будут забирать сейчас внешне все бараки. Будут делать мега-крипов себе неоны. Напомню, ребят, что у меня в паблике ВК для всех моих зрителей проходит розыгрыш Арканы на Фантомочку. Залетайте, ставьте лайк, подписывайтесь, следите за пабликом. Для вас постоянные розыгрыши, конкурсы и много-много контента интересного. Всех приглашаю. Ссылка в чатике. Так, ну что, мега-крипы. Где-то я уже это видел. Неоны на прошлой карте для фарминга-крипов. Сейчас это участь команды Тим Эдишн. Можешь чекнуть, сколько игр у парня на Виверне. Угу, давай. У него топ-4 тысячи, нет смысла этот аккаунт чекать. Это его смурф. Антимага поймали в курсе. Что, нет курсы? Ладно, не надо. Зачем она? Там тролль всего лишь в БКБшке стоит, да? Нахер нажимать курсу в натуре. Так, ну что, хоть сейчас он даст нормальную курсу у кого-то? Нет? Ага, дает. Беселбека, да? Нормально. Или в кого он дал, я вообще. Не понял. А, неважно. Беселбека вроде. Мор здесь остается один. Угибает. Тролль с Батл Транса забегает, но у него нет БКБшки уже. Максимум, кого он убьет, это Кунку. Ну, кстати, неплохо. Там еще и режут скайди. Сейчас бы сеточка прокнула, возможно, бы убила. Башек, Башек. Нормально прокает сеточка. Но все, уходит. Тролль что? Почему? А подраться? Увозит его висп. Там Кунка байбекнулся. Меня гриппы душат уже. Тяжело, тяжело дефать без морфа. Он байбек себе по-прежнему не оставил. Денег уже нет. Димак подходит. Подкоп сейчас можно дать. Но некому бить, некому бить. БКБшки даже у тролля не имеются. Димак теряет треть хп. Ну, не страшно. Сейчас похилится. Владмирс работает там у кого-то. Это Ио с Владмирсом. Залетает Сент Кинга. Сент Кинга разрывает здесь. У него нет байбека. Две минуты. Поймали тролля. Есть БКБ. Но он не успеет его нажать. По идее, хотя сноубол. Но там уже ГГ все. То он падает. Это 1-1. Ну, в принципе, как я ожидал.